Друзья, приветствую! Один из зрителей попросил меня записать данное видео, поделить своим мнением относительно вязкости масел. Спор последнего времени между сторонниками водички маловязких масел и гуталинщиками, сторонниками более вязких масел. Смотрите, в описании я приведу статью, размещенную на сайте Лукойла. Очень полезная статья. И вкратце, опираясь на эту статью, я вам расскажу свое мнение. Есть такой очень важный показатель HTHS. High temperature High Asher. Это высокотемпературный сдвиг масла. Измеряется он при 150 градусах. И для свежих маловязких масел минимальное значение регламентировано от 1,7. Для вязких масел, спортивных, 50-60, данное значение регламентировано минимальное 3,7. То есть разница между этими минимальными вязкостями почти 120%. На сайте Лукойла отражено и написано, что чем этот показатель ниже, тем лучше экономичность мотора. А чем показатель выше на вязких маслах, тем лучше защита мотора. Соответственно, все современные допуски, которые прописывают там 20-ки, 16-е и даже может 8-ю вязкость, высокотемпературную, это про экономию. А вязкие масла – это про защиту мотора. Почему, как правило, их используют в автоспорте. Есть такой аргумент, что точность моторов в изготовлении моторов повысилась, и поэтому производители могут позволить себе использовать менее вязкие масла. Я не согласен с этой точкой зрения, потому что, когда на моторном заводе отливают блок, производитель не знает, где он в итоге окажется. Окажется он где-нибудь на Аляске или в Якутии, или в Саудовской Аравии. Поэтому точность и зазоры определены температурным расширением материалов, а не точностью изготовления. Возможны такие варианты, когда зазоры будут меньше, но надо использовать материалы с другим коэффициентом расширения. Это, в частности, можно на примере раллиной турбины посмотреть. Раллиная турбина стоит примерно в 10 раз дороже, чем обычная. Там используют другие сплавы. Почему? Потому что она очень теплонагружена. Там у нее есть такая система, антилак, наверное, кто-то, кто следит за ралли. Видели, когда под сброс газа машина стреляет огнем. Вот в этот момент, чтобы не терять обороты турбины, чтобы не попасть в турбояму, специальная форсунка подкидывает топливо на турбину. И турбина, грубо говоря, работает в огне. Вот там материалы другие. И поэтому стоимость здесь в раз больше. На какой-нибудь условный Solaris или Polo никто не будет использовать супердорогие материалы, потому что машина станет неконкурентоспособной. Вот такая моя аргументация. Относительно самой вязкости. На мой взгляд, оптимальная вязкость для России это 5,30. Практически круглогодичная эксплуатация. В регионах с жарким климатом, и если мотор, например, подношен, есть некоторый масложор небольшой, можно повышать вязкость, сороковочку, для лучшей защиты и компенсации увеличенного износом зазора. Для северных регионов, конечно, использовать необходимо нулевки и какие-то менее вязкие масла, чтобы низкотемпературная вязкость была оптимальна, оптимальна, чтобы масло максимально быстро проникало в пары трения. Вот как бы такое. Да, кстати, я, наверное, еще приложу два скрина с допусками Volkswagen. Это свежий самый допуск 508-509 и 504-507. И там указаны значения HTHS. Здесь разница между ними минимальная, 21% практически. Самый свежий допуск это у нас 20-ки пошли, а предыдущий допуск 504-507 доступен только в 30-ках. 0,30 и 5,30. Так что вот можете оценить. Значит, соответственно, на менее вязких маслах масляная пленка тоньше, больше частиц кремния и металлоизноса будет превышать по толщине ее и, естественно, износ суммарный будет выше. Ну, я не знаю, там в прямой зависимости, там те же 20% или чуть-чуть по-другому, но тем не менее на менее веских маслах износ будет выше. Тут уже каждый для себя определяет, что ему важнее. Экономия, экология или все-таки защита мотора. Да, кстати, на одном из допусков, в последнем, 508-509, в скрине приложенном в описании, будет комментарий от Лубризола. Эти оба допуска с сайта Лубризола. И вот комментарий следующий, что в связи с непрекращающимся давлением на производителей ввиду сокращения вредных выбросов оксидов азота и углекислого газа производители вынуждены переходить на менее веские масла. Вот такое мое мнение. Пишите, что думаете. Согласны, не согласны. Может быть, в споре родится истина. Спасибо, что посмотрели данное видео. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Пока.